Дальше основное задание Дальше – как в спорте. 50 минут на работу, строгие жюри и победитель, который будет только один. Вот только тут надо проявить и творчество. Идея была собранную прическу, а теперь мы делаем прическу в одну сторону вечернюю. Так захотелось, душа так захотела. Но во время работы мастер вдруг решила поменять тактику. На ее взгляд – тренд этой новогодней ночи – мягкие кудри и декор в волосах. Ежегодно в конкурсе соревнуются лучшие парикмахеры, готовые показать свое творчество. Конкурс направлен на продвижение предпринимательства как такового. Малого предпринимательства города Нефтьюганска. И малое предпринимательство у нас представлено в нескольких сферах услуг. Парикмахерские услуги, салоны красоты, визаж, различные другие услуги социальные. В конкурсе не только профессионалы с многолетним стажем, но и юниоры – девушки, которые только учатся на стилиста. Людмила Мамакина только начала свой путь в этой сфере. Ее лучшая модель – собственная дочка. Она не капризная, волос поддатливые, а ее поддержка самая искренняя. Я просто верю в маму, что она заплетает меня с первого класса. Красиво. Я верю в мамины труды и из-за этого. Она победит? Да. Нежные романтичные образы мастера ловка орудуют утюжками и расческами. Жюри тщательно оценивает каждую работу, отслеживая и технику, и креативность автора. Окажется ли конкурсант на пьедестале почета – дело второе. Для профессионала в конкурсе главное подтвердить свой уровень, а для начинающих заявить о себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова